Всем привет! Играю на Часком. Соперник у меня Тримидзиоз, Грек, рейтинг 2585. Так, и вот такой вот гибридный вариант. Я сразу пошел опять А4. Такой своего рода таран. И Соперник задумался, Е4 ходит весьма любопытное решение. Так, на Солнце 7 последует ход Е5. Да, но это мы допускать, конечно, не будем. В общем, позиция Кашля, я думаю, даже не встречалась в практике. Такое своеобразное разыгрывание. Ну, хорошо. По КЦ5 пошел. Хочу где-то А3 пойти. Быть может. Сразу или чуть позже. Но я думаю, здесь у шерных не должно быть никаких проблем. Так, вот имеет смысл фото 3. Да, я люблю вот поставить такую пешку. Она в дальнейшем станет либо мощной силой, либо большой слабостью. За которую придется постоянно присматривать. Но, в принципе, я знал, на что иду. Так, соперник призадумался. Да, идеальное поле, конечно, на Б4 для моего коня. Где я буду цепляться к пешке А2. Наверное, есть еще смысл поменять коня, чтобы установить контроль за полем Д4. Пока развиваюсь. 2-0, 2-0. Я буду последовать. Может быть, Д4. Ну, нет, Д4 не должно быть хорошо. Там все-таки большая диагональ свистит. Так, ладиация 1. Ладиация 1. И я попробую поменять коней вот таким вот образом. Мне нужен контроль над полем Д4. Так, вот, в принципе, я осуществляю первую часть плана. Теперь закрою центр Е5. Конь у меня пойдет на Д4 второй. Да, я думаю, у меня перевес. Уже перевес, я думаю, даже ощутимый. Такая вот игра позиционная, строго по полям, по пунктам. Позиция мне очень нравится. Осталось только реализовать достигнутое. Так. Е5 может быть и рисковато. Он Д5. Да, все-таки моего коня выбивает. Выбивает моего коня. Хорошо, я вскрою пока. Так. Хорошо, пока конь С2. Хочу поставить второго на Д4. Да, я его все-таки поставлю. А этого мы при случае вымени. Я останусь сейчас хорошим конем. Вечным конем на Д4. Так. Ферзь Ж5. Я думаю, хорошо должно быть. Может даже сейчас H4 еще себе будет. Ладя F7, Ладя F8 следует. Так. Ну это всего пешки Ладя F2. Так. Позиция, конечно, абсолютно безнадежная. Теперь осталось только не продешевить. Так. Где-то уже тактика должна быть. Пока я не вижу. Надо немножко задуматься. Словно H3 я хотел. Но это, наверное, в холостую. ЖАЖ. И что там? Ферзь Ф4. Какой-то ход конь Ж2 будет. Ладно, хорошо. Пока H5. Не будем действовать. Сразу на храпом. Да. Позиция все равно выигранная. Позиция у черных. У белых абсолютно безнадежная. Сейчас хочу H3 пойти. Слон F1. Так. Все равно H3. Да. Вот она еще одна пешка. Посмотрите. Довольно красочная позиция. Ладя F3. Можно было на А2 еще убить. Да. Выбор, конечно, колоссальный. Не знаю. Все пути, наверное. Надя F3 выигрывает. Надя F3. Надя F3. Давайте. Я, кстати, не досчитал. Хотел стрелочкой показать. Но, по-моему, я там выигрываю. HG, FHG3. Слон G2. Да, ну. Сейчас, я думаю, считай, он не скидывает. Так. А вот и не будет, да? Все равно я выигрываю вот таким вот, по-моему, красивым ходом. И слон G4 от слон F3 нет защиты. Да, ну, в принципе, неплохая партия в позиционном ключе. Так. Ну, это уже вас не спасает. ФСЕ3. Все подряд отдает мой соперник. И скоро получит. Благополучно получит мат. Ну, я даже так, скорее, не буду ставить никаких матов. Но избежание недоразумений лишних. Да, FG2 мат. Да, вот такая вот партия. В принципе, мне понравилась. Вот, начиная с хода А3, да. Понятно, что бить нельзя было ни конем, ни слоном. Там все же ход ладья А3. Дальше FH5. В дальнейшем мне удалось по полям, по пунктам раскатать соперника. Да, вот эта позиция уже с небольшим перевесом. Ну, а дальше все было, в принципе, на мой взгляд, довольно-таки на высоком уровне. Я надеюсь, вам понравилась моя партия. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.